Здравствуйте! Меня зовут Брайан Трэйси. Я представляю свой видеокурс «Простые правила личного успеха». Много лет назад я задался вопросом, почему одни люди более успешны в жизни, чем другие. В то время я занимался продажами и захотел узнать, почему у одних людей получается продавать лучше, чем у других. Когда успешные продавцы раскрыли мне свои секреты, мои продажи пошли вверх. Когда я стал менеджером, то захотел узнать, почему одни менеджеры успешны, а другие нет. Я поступил точно так же. Внимательно выслушал советы успешных менеджеров и вскоре стал владельцем компаний стоимостью в 265 миллионов долларов. Наконец, я начал консультировать крупные и мелкие компании. Мне стало интересно, почему одни компании оказываются прибыльнее других. Я стал изучать секреты их успехов, применять их на деле и рассказывать о них другим людям. В простых правилах личного успеха мы говорим о трех критически важных для успеха факторах. Первый – умение эффективно управлять переменами. Мы рассказываем, как успешные люди действуют в эпоху перемен. Вы узнаете, какими интеллектуальными качествами надо обладать, чтобы достичь успеха в любом деле. Как научиться ставить перед собой по-настоящему важные цели. Во второй части мы говорим о точке фокуса и мышлении 21 века. Мы расскажем, как сосредоточиться на достижении самых главных целей в жизни и работе. Успешные люди ориентированы на будущее, на достижение целей и осуществление планов, которые четко сформулированы и изложены на бумаге. Успешные люди стремятся к совершенству во всем, чем бы ни занимались. Чтобы развить видение будущего, помочь формулировать цели и достигать совершенства в своей области, мы предлагаем вам несколько эффективных упражнений. Мы рассказываем об ориентации на решения, о способности эффективно решать встающие каждый день проблемы. Вы узнаете, как развить ориентацию на продажи, способность резко повысить объем продаж и прибыльность вашего бизнеса. Мы рассказываем об ориентации на людей, о том, как строить взаимоотношения с людьми, значимыми для вашей работы и личной жизни. Наконец, мы говорим об ориентации на действия, о том, как стать человеком, который действует быстрее, успешнее и эффективнее остальных людей. В завершение мы формулируем семь правил эффективного лидера. Как жить в режиме постоянного обучения, как добиваться поставленных целей, как извлекать опыт из допущенных ошибок, как обращать любое явление или событие себе на пользу. В конце семинара мы поделимся идеями о том, как преодолевать барьеры между людьми и добиваться успеха. Итак, сядьте поудобнее, пристегните ремни и расслабьтесь. Сейчас вы станете участником одного из тех замечательных семинаров, с которыми уже познакомились более полумиллиона людей в 25 странах мира. У меня есть для вас отличные новости. Мы живем в самое лучшее время во всей российской истории. Сейчас открываются перед людьми гораздо больше возможностей, чем когда бы то ни было. И гораздо больше людей достигнут финансового благополучия, чем когда-либо в истории. И ваша работа — стать одним из тех людей. И наша работа — помочь вам в этом. Как вам нравится эта цель? Как можно понять, каковы настоящие цели человека? Как можно понять, каковы его убеждения или ценности? Это понимается на словах из-за того, что он говорит? Или из-за того, что они пишут? Как понять? Только потому, что они делают. Потому что только ваши поступки говорят о том, что внутри вас. И так как вы пришли сегодня сюда, это говорит о том, что у вас внутри есть потенциал к потрясающему успеху. Мы говорим, что вы действительно успешный человек, который ищет в себе постоянного пристанища. Сколько из вас хотели бы зарабатывать в два раза больше, чем сейчас? Если сегодня я покажу, как это сделать, вы попробуете? Поэтому я знаю, что каждый из вас увеличит свой доход вдвое, если проживет достаточно долго. Потому что в среднем доход любого человека увеличивается на 3% каждый год. Поэтому если вы будете активны в бизнесе еще 22 года, тогда, если мы соберем все проценты вместе, вы получите удвоение дохода через 22 года. Вы к этому стремитесь? Нет! Нет! Когда мы хотим, чтобы наш доход стал в два раза больше? И вот, что я понял, две вещи, которые я открыл. Ваш доход определяется вами самими, по большому счету. Большинство людей считает, что на их доход влияют какие-то внешние факторы. Но на самом деле, большая часть вашего дохода зависит только от вас. Это определяется тем, что вы делаете, и тем, что вы не делаете. И иногда те вещи, которые вы не делаете, могут сыграть более важную роль, чем то, что вы делаете. Нет ни одного человека, который умнее вас. У каждого из нас больше способностей и больше интеллекта, чем мы могли бы использовать за 100 наших жизней. Вы слышали, что обычный человек использует порядка 10% своего потенциала? Так вот, эксперты говорят, что мы используем всего 2%. Если бы мы использовали всего 10%, а не 2% нашего потенциала, мы могли бы зарабатывать в 5 раз больше. Ваше мышление имеет самые большие последствия. Потому что качество вашего мышления определяет качество ваших решений. И это определяет качество ваших действий. И это, соответственно, приводит к определенным качественным результатам. И определяет качество вашей жизни. И психологи обнаружили вот что. Чем больше слов вы знаете в своем собственном языке, тем правильнее вы мыслите. Потому что вы используете все эти слова для того, чтобы ваши мысли были более качественными. Поэтому получается, что в любом обществе самые успешные люди — это люди с самым богатым словарным запасом. У них больше слов, из которых можно составлять мысли, на основе которых принимать решения. Безусловно, рядом со словами есть идеи. Идеи — это, по сути, комбинация слов. И мир, на самом деле, управляется именно идеями. Хорошими или плохими. Если у вас хорошие идеи, вы будете счастливы и успешны. А если ваши идеи плохи, тогда вы будете несчастны и неудачливы. Поэтому то, о чем мы сегодня будем говорить, — это огромное количество замечательных идей. И иногда всего одна такая идея может изменить ваше мышление на всю жизнь. У меня для вас еще один вопрос. Кто самый важный человек в этом зале? Когда вы отвечаете «я», вы абсолютно правы. Самый важный человек в этом зале — это каждый из вас. То, насколько важными вы себя считаете, определяет качество вашей жизни. Если вы чувствуете себя важным, вы гораздо более счастливый человек. Если вы чувствуете себя важным и ценным, вы ставите перед собой гораздо более глобальные цели. Вы гораздо упорнее работаете для того, чтобы этих целей достичь. И у вас собственное восприятие гораздо лучше. У вас гораздо более правильный настрой. И вы достигаете гораздо большего успеха. Только ваши поступки говорят о том, что внутри вас. Ваш доход определяется именно вами тем, что вы делаете и чего не делаете. Качество вашего мышления определяет качество ваших решений и качество ваших действий. То, насколько важным вы себя считаете, определяет качество вашей жизни. На самом деле, стержнем любого человека является его чувство собственного достоинства. И в основе чувства собственного достоинства лежит то, насколько вы себе нравитесь. Насколько важным и ценным вы себя считаете. И чем больше вы себя любите, соответственно, тем лучше вы живете. Чем больше вы любите себя, тем больше вы можете любви дарить другим людям. А чем больше вы любви дарите другим людям, тем больше они любят вас. В построении бизнеса высокая самооценка — это ключ. Есть прямая связь между тем, насколько вы себя любите, как человек, и тем, насколько вы успешны, как предприниматель. В этой сфере проведено огромное количество исследований. Вы можете взять человека, уверенного в себе, со здоровой самооценкой, и он достигнет успеха в любой сфере. К сожалению, большинство людей ничего не делают, потому что боятся неудач. Они боятся чужой критики. И это заставляет их сидеть дома, они не хотят ни с кем разговаривать. А страх не позволяет строить группу, общаться с другими людьми. А вот люди с высокой здоровой самооценкой, им все равно. Они, конечно, не любят терпеть неудачи, но не боятся их. А они не любят ни критику, ни отказа, но при этом совершенно не стесняются или не пугаются. Они верят в себя. Они верят в то, что их ждет успех. Поэтому они ведут себя так, как будто они уже достигли этого успеха. И, соответственно, становятся успешными. И вот что я понял. К сожалению, у каждого из нас есть определенные проблемы с самооценкой. А уверенность в себе можно развивать. Вы можете общаться с собой, и это помогает. Например, если вы говорите с собой и с другими о себе только позитивно, это помогает вам больше верить в себя. И самые сильные, самые ключевые слова в этом «я себя люблю». Скажите «я люблю себя». «Я люблю себя». К сожалению, если мы боимся неудачи, то мы начинаем ощущать, что ничего не получится. Но если вы начинаете по-другому с собой разговаривать, вы можете избавиться от этого страха неудачи. Поэтому, когда вы говорите «у меня получится», тогда этот страх уходит. Поэтому, когда вы готовитесь кому-то позвонить, с кем-то познакомиться, собрать, провести собрание, просто про себя думаете «у меня получится», «у меня получится». И если люди будут говорить «нет, мне это неинтересно», вы просто с улыбкой идете общаться с другими людьми. Потому что вы любите себя. И вы не боитесь. И сегодня я вам буду давать еще больше идей, которые помогут вам двигаться дальше. Но просто не забывайте вот чего. 95% того, как вы себя ощущаете, зависит от того, как вы сами с собой разговариваете. И если ваши мысли позитивны, ваш внутренний диалог позитивен, значит, вы будете позитивны в большую часть дня. И последний мой вопрос вам. Самая важная часть сегодняшнего дня, какая? На самом деле, самый важный момент сегодняшнего дня — это то, когда вы примете решение воплощать в жизнь все, что вы услышали. Потому что помните, как сказать, каков человек внутри, посмотрев на то, что он делает. Именно поэтому самая важная часть сегодняшнего дня — это ваши действия после того, что вы услышите. И вот что мы обнаружили. Есть прямая зависимость между тем, насколько быстро вы начнете действовать, и тем, начнете вы действовать вообще или нет. В сетевом бизнесе мы сталкиваемся с этим снова и снова. Успешные люди немедленно воплощают идеи, которые им понравились. А среднестатистические люди говорят, ну, да, приму к сведению. Я, пожалуй, поразмышляю над этим. И вот они размышляют, 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 а потом весь их запал угасает, и все на этом и остается. А вот люди из сверхушки, они начинают действовать немедленно. Если вы тут же начнете внедрять услышанную идею, может произойти всего две вещи. Какие? Да, вы либо потерпите неудачу, либо достигнете успеха. Если вы достигнете успеха, что вы будете делать дальше? Вполне очевидно, продолжать делать то же самое, чтобы достигать большего успеха. А если вы потерпите неудачу, что будете делать? Да, вы учитесь на этой ошибке. Вы начинаете внедрять новые идеи, вы пытаетесь еще раз, но по-другому. Большинство новых идей, которые вы будете внедрять, не сработают. Ну, по меньшей мере, с первого раза. А иногда и с первых десяти раз. Успешные люди ошибаются гораздо чаще, чем неуспешные. Потому что успешные люди постоянно ошибаются. Они постоянно подправляют свой курс. И они не опускают руки из-за того, что в первый раз и постигла неудача. Они пробуют снова, снова и снова. Внутренним стержнем любого человека является чувство его собственного достоинства. Высокая самооценка – основа для построения успешного бизнеса. Если ваш внутренний диалог и мысли позитивны, значит, вы будете позитивны большую часть дня. Поэтому вот, как я понял, что является ключом к успеху. Шаг номер один – определиться с тем, куда вы летите, пункт назначения. Об этом будем говорить подробно попозже. Но сегодняшняя цель, я напоминаю, удвоить доход. Нравится вам такой аэропорт под таким названием? Второй шаг – это взлететь. И самолету точно так же нужно взлететь. Для этого вам нужно что-то начать делать. Вы должны, как ракета, взмыть в космос. Вы не можете просто сидеть на земле и думать о своем пункте назначения и надеяться попасть в него именно так. А потом вы должны постоянно подправлять свой курс. И принимать решение, что вы никогда не опустите рук. Но большую часть времени вас будет сносить с курса. И каждый раз, когда вы ошибаетесь, что происходит? Вы получаете еще один урок, который делает вас умнее. В итоге становитесь еще успешнее. А все другие будут говорить, ой, тебе просто повезло. Мы сказали, что если вы немедленно начинаете воплощать услышанную идею, пробуете снова и снова, вы ориентируетесь на действие. Если вы будете делать одно и то же снова и снова, что у вас разовьется? Вы разрабатываете навык или привычку. В чем разница между успехом и провалом? Все очень просто. У успешных людей привычки успешных людей. А у неуспешных людей, соответственно, привычки неудачников. Успешные люди начинают всегда работать чуть раньше. Они работают упорнее. Они работают дольше. Они работают и по выходным. Они постоянно учатся. Они приходят на подобные собрания. И никогда не сдаются. И вот эти вещи являются их привычками. Поэтому их успех абсолютно гарантирован. А люди, у которых нет таких привычек, но они не могут их понять. Каждая привычка, которая есть у вас сейчас, родилась в итоге повторений. И вот в чем большая проблема. Если вы сознательно не будете развивать в себе хорошие привычки, тогда у вас будут одни плохие. А разрабатывать хорошие привычки очень тяжело. А вот плохими привычками обзавестись очень просто. Один немецкий философ говорил, что все делать очень сложно, пока это не станет легко. Что делаем мы, когда нам тяжело? Что делают люди? Да, они опускают руки, именно, они сдаются. И когда вы первый раз сдаетесь, а потом снова и снова, что получается? Привычка. А что делают сильные люди? Они продолжают работать. И если вы продолжаете работать, не сдаетесь. Вот вам привычка. Которая гарантирует ваш успех. И это совершенно не чудо. Вот почему успешные люди достигают выдающихся вещей. А другие люди, у которых множество преимуществ, достигают очень малого. Первый ключ. Вам необходимо поставить перед собой четкую цель. Второй ключ. Нужно немедленно начать действовать. Третий ключ. Работайте, и что бы ни случилось, не сдавайтесь. Только так у вас разобьются привычки успешных людей. В 90-х годах один крупный исследовательский институт затеял большое исследование. Они пытались определить, какие качества будут самыми необходимыми для успеха в бизнесе в 21 веке. И они пришли к одному выводу. Самое важное качество — это гибкость. Умение быть гибкими в процессе изменений. Поэтому, если мы начнем заполнять нашу рабочую тетрадь, в первом пункте вы можете вписать слово «изменение». И причина, почему изменения так важны, в том, что объем информации удваивается каждый год. Это значит, что нам только для того, чтобы не выпасть из движения, нужно постоянно удваивать свои знания и информацию. 80% взрослых перестали читать. 90% книг, которые не являются художественной, а являются обучающей литературой, читаются только на одну главу. А вот люди, которые действительно успешны, постоянно поглощают новую информацию. Они постоянно питаются новыми идеями. И получается, что в итоге у них гораздо большее преимущество, чем у людей, которые идеями не питаются. Следующий наш пункт про технологию. Технология совершенствуется с каждым новым прорывом. Если продукт начал работать, это значит, что он уже устарел. Новые технологии, новые компьютеры, новые телефоны, оборудование живет не дольше полугода. Поэтому мы постоянно должны оставаться на волне вот этих новых технологий. Поймите, главная задача новых технологий — помогать нам лучше работать. Помогать нам экономить время и тратить его на общение с нашими консультантами, с нашими новыми клиентами. И третий фактор, который лежит в основе изменений, — это конкуренция. Как вы знаете, конкуренция сейчас стала очень агрессивной. Наши конкуренты каждое утро просыпаются с одной мыслью. Как забрать клиентов Инфинума? Как отнять ваших консультантов и сделать их своими? Именно поэтому конкуренция станет гораздо более агрессивной в ближайшее время. Гарвардский университет предлагает нам три предсказания. Во-первых, они говорят, что изменений будет больше, чем когда-либо прежде. Конкурентов будет гораздо больше, чем когда-либо прежде. И третья — в этот год в бизнесе будет больше возможностей, чем когда-либо прежде. Но возможности будут не такими, какие были в прошлом. Потому что наши ответы изменились. Когда Гарвардский университет вот это предсказывал, они предсказывали вот это в 52-м году. Но это продолжает быть актуальным и по сей день. Потому что изменений еще больше. Конкурентов еще больше. Ну и возможностей, конечно, еще больше. Для того, чтобы удвоить наш доход. Вы видите, третий наш пункт — изменения неизбежны. Невозможно избежать их, невозможно их остановить. Мы не можем от них скрыться. Мы не можем их замедлить. И мы знаем, что есть три ключа к работе с изменениями. Первое — принять изменения. Потому что они есть, и вы ничего не сможете с этим сделать. Изменения в вашей работе, в вашем бизнесе, или в ваших отношениях. Второе — измениться в соответствии с этими изменениями. И третье — отреагировать на эти изменения. То есть, принять изменения, измениться самому, и отреагировать на эти изменения. Получается, мы можем стать либо хозяином изменений, либо их жертвой. И поймите, среди вас жертв нет. Что делают жертвы изменений? Как можно сказать, что данный человек — жертва? Во-первых, они постоянно жалуются. Во-вторых, они постоянно критикуют других людей. Они постоянно рождаются новые и новые оправдания. Они постоянно обвиняют других людей в своих проблемах. Поэтому, если вы решили стать хозяином перемен, это значит, забудьте о жалобах. Забудьте о критике. Забудьте о пустых оправданиях. Забудьте о перекладывании вины на других людей за свои проблемы. Поэтому, самый лучший способ предсказывать будущее — это создавать его. Вы создаете будущее сами своими действиями. Поэтому, если что-то вам в вашей жизни не нравится, измените это. Наиболее важный фактор, влияющий на вашу жизнь, — это изменения. Есть три ключа для работы с изменениями. Первый ключ — принять изменения. Второй — измениться в соответствии с этими изменениями. И третий — отреагировать на эти изменения. Знайте, вы можете быть хозяином изменений, а можете быть и жертвой. Помните, тот, кто не планирует будущего, не имеет его. Поэтому лучший способ предсказать будущее — создавать его. Много лет назад я познакомился с одним очень старым джентльменом. Ему 89 лет. И в то время он был очень популярен, потому что он 50 лет исследовал успех. И он создал для себя список из тысячи принципов успеха. И он опубликовал четыре книги, в каждой по 250 принципов. И эти книги продавались десятками миллионов копий, на 44 языка были переведены. И когда мы с ним познакомились, мы познакомились случайно. Я задал ему вопрос. Из всех тех принципов, которые вы обнаружили в 50 лет, какой из них самый важный? И он улыбнулся и сказал, да, мне все задают этот вопрос. Он сказал, Брайан, самый важный принцип успеха звучит вот как. Учись у экспертов. Ты не сможешь жить достаточно долго, чтобы научиться только на своих ошибках. Постоянно ищи для себя учителей, экспертов. Хотите увеличить заход вдвое? Найдите того, кто заработает в два раза больше, чем вы. И спросите, как вам это удалось. Потому что в какой-то момент они зарабатывали даже меньше вас. А сейчас зарабатывают в два раза больше. Поэтому делайте то, что делают они. И вот в чем прелесть данного бизнеса. Если вы попросите совета, вам его с удовольствием дадут. Люди остановятся, прекратят работу для вас, для того, чтобы показать, как достичь успеха. Вы можете сэкономить себе годы упорного труда и достичь тех же высот. Поймите, все происходит по определенной причине, ничего не является случайностью. Мы говорим, что успех оставляет за собой следы. И если вы проследите за следами успешных людей и пойдете по ним, вы достигнете того же успеха. И вот для вас правило. Если вы будете делать точно то же, что делали успешные люди, тогда вы получите уж как минимум те же самые результаты. А если вы ничего не будете делать, как успешные люди, тогда вам уже ничего не поможет. И поймите, при этом никто не умнее и не лучше вас. У каждого из вас достаточно и талантов, и способностей, чтобы достичь любой цели. Постоянно ищите для себя учителей и экспертов. Следуйте закону причины и следствия, главному закону человеческого бытия. Если вы проследите за действиями успешных людей и пойдете вслед за ними, вы достигнете того же успеха. Поэтому наше великое открытие — вы становитесь тем, о чем думаете большую часть времени. На самом деле эта мысль лежит в основе любой религии и любой философии. Это базовый принцип и успеха, и психологии. Вы становитесь тем, о чем думаете большую часть времени. Поэтому самый важный вопрос — о чем вы думаете большую часть времени. Поэтому вопрос, который задавался в рамках исследования — о чем же постоянно думают богатые и успешные люди. Несколько крупных компаний, в каждой из которых более пяти тысяч продавцов. Собрали деньги для того, чтобы финансировать исследование, которое длилось пять лет, в попытке ответить на этот вопрос. Они пытались понять, о чем постоянно думают успешные люди и успешные предприниматели, такие как вы. Можете угадать, о чем думают в большинстве своем успешные люди? Вы абсолютно правы. Они думают о том, чего они хотят и как этого добиться. И это ключевая мысль. Люди с верхушки думают о том, чего хотят. Это делает их счастливыми. Это дает им энергию. Это делает их более позитивными. И они думают, как же это получить. Потому что, когда вы думаете о том, что и как сделать, вы начинаете придумывать новые идеи. Вы как будто постоянно давите на газ своего собственного сознания. И каждое нажатие на педаль дает вам новую идею, которую можно тут же начать применять. И одна идея, одно действие ведет к другому, к новой идее и так далее. А вот о чем думают в большинстве своем неуспешные люди? Они думают о том, чего не хотят. И на кого можно списать вину. Большинство из наших психологических проблем в жизни идет от того, что мы постоянно кого-то в чем-то виним. Мы постоянно злимся на того человека, который в прошлом что-то сделал или что-то не сделал. И если вы все еще не можете отпустить прошлое, и кого-то никак не можете простить, вы держите ногу на тормозе, на педали тормоза. А я повторяю, то, что приходит к вам снова и снова, становится привычкой. Именно поэтому люди с вершины решают, чего они хотят, и постоянно думают о том, как этого достичь. А среднестатистические люди постоянно думают о том, что им не нравится, и кого можно в этом обвинить. Поймите, для того, чтобы постоянно думать о том, чего вы хотите, и как этого достичь, для этого требуются определенные усилия. А вот думать, кого в чем обвините, и что не нравится, к сожалению, гораздо проще. Успешные люди говорят и думают о том, чего они хотят, и как этого добиться. Неудачники думают о том, чего они не хотят, и на кого можно списать вину. Думайте об успехе. Пусть это станет вашей привычкой. В рамках этого исследования они обнаружили еще один интересный факт. Есть одно качество, которое ассоциируется с счастьем и успехом больше, чем все остальное. Оно ассоциируется с успехом в продажах, в бизнесе, в отношениях. Это качество оптимизма. Потому что было обнаружено, что оптимисты — это самые счастливые люди. У них гораздо больше энергии. У них гораздо больше творческой энергии. Они гораздо более позитивны. А знаете, что является фундаментом оптимизма? Уверенность в себе. Чем больше вы себе нравитесь, тем больше у вас поводов для оптимизма. И, соответственно, чем более вы оптимистичны, тем более вы уверены в себе. Чем более вы уверены в себе, тем быстрее вы строите бизнес. По сути, оптимизм — это такая физкультура для сознания. Если вы хотите сохранять здоровье и хорошую форму, вы делаете упражнения для тела. И если вы хотите стать более оптимистичными, вы должны делать упражнения для сознания. Оптимисты думают о том, чего они хотят и как этого достичь. Они думают о своих целях. И думают о том, что они могут делать каждый день, чтобы этих целей достичь. И они настолько заняты достижениями своих целей, что на негатив просто не остается времени. В вашем сознании, в вашем мозгу, есть механизм и неудачи, и успеха. Они уже встроены в ваше сознание. И, к сожалению, механизм поражения включается автоматически. Для того, чтобы потерпеть неудачу, совершенно ничего не нужно делать. И это будет происходить, даже если вы просто сидите сложа руки. И то, что запускает этот механизм поражения, называется у нас путем наименьшего сопротивления. Потому что большинство посредственных людей постоянно ищут самых простых путей. Они стараются работать как можно меньше. Они пытаются обедать и пить кофе как можно дольше. Смотреть телевизор как можно больше. Болтать с подругами и друзьями как можно больше. Но они не утруждают себя чтением. Они делают то, на что совершенно не требуется никаких путей. И, к сожалению, это природная такая способность большинства людей. И чтобы эту тенденцию побороть, нужно постоянно себя перебарывать. Когда у вас есть цель, к которой вы стремитесь, ваш механизм успеха запускается. А механизм неудачи на время выключается. Но как только вы перестанете стремиться к цели, автоматически включается рычаг механизма неудачи. Поэтому всю свою жизнь вам придется заставлять себя не идти по пути наименьшего сопротивления. К сожалению, вот это наше стремление постоянно не перерабатывать. Постоянно делать что-нибудь легкое и веселое. Что-нибудь комфортное. Вместо того, чтобы делать что-то более сложное, но ведущее к успеху. Оптимисты, следующий пункт, ищут всегда позитивную, положительную сторону во всем, что происходит. Независимо от того, что происходит, они говорят, ну и отлично. И пытаются это отлично найти. А если будешь искать что-нибудь хорошее, обязательно что-нибудь донайдешь. Плюс, пока ты постоянно ищешь хорошее, ты становишься автоматически оптимистом. Когда ты постоянно думаешь о своих целях и о том, как их добиться, ваше сознание начинает мыслить позитивно. Мы говорим о том, что когда вы поворачиваете, поворачиваетесь навстречу солнцу, ваша тень оказывается за вами. Именно поэтому, когда вы поворачиваясь к своей цели, все плохое остается за вами. Когда вы смотрите на что-то хорошее, вы просто не можете думать о том, что вас раздражает. А если вы будете смотреть на хорошее постоянно и стремиться к этому, это станет привычкой. И когда что-то идет не так, вы говорите, ну и отлично. Интересно, к чему это приведет. Например, у вас сгорел дом. Отлично. Потому что я давно хотела там все переделать. Вас уволили с работы. Ну и замечательно, мне там вообще не нравилось. Теперь я могу наконец пойти куда-нибудь наняться, где мне хорошо будет. Оптимисты всегда пытаются извлечь ценные уроки. Потому что в любой трудности, в любой проблеме есть позитивный урок. И если вы будете искать какую-то мораль, знания, вы всегда их получите. Причем чаще всего этот урок становится гораздо более ценным, чем те усилия или деньги, которые вы потратили на эту ошибку. Оптимист позитивно и конструктивно смотрит и на себя, и на свою жизнь. И по сути, оптимизм в таком ключе — это ваше решение. Потому что вы в какой-то момент принимаете решение, я буду человеком в целом и в общем позитивным. Вы каждый день будете работать над своими целями. Вы будете искать что-то позитивное в любой ситуации. Вы будете в каждой сложности и трудности искать ценный урок. И если вы хотите позитивно влиять на других людей, например, на детей или на супругу или супруга, на ваших друзей, на ваших консультантов, тогда помогайте им начинать мыслить так, как теперь будете мыслить вы. Помогайте им постоянно держать в голове свои цели. Когда они сталкиваются с проблемой, помогите им найти хорошее. Помогите им искать ценные уроки. У оптимиста есть нереалистичные ожидания успеха. Они ожидают стать успешными, независимо ни от чего. И в этой сфере у российских людей есть определенное преимущество. Потому что в каждом из вас есть внутри потенциал предпринимательства. В США самой успешной группой иммигрантов являются именно иммигранты из России. Среди русских иммигрантов больше миллионеров, чем среди любых других иммигрантов. Потому что эти люди в целом оптимистичны. Потому что у каждого русского человека есть эта природная способность к успеху за счет оптимизма. И так как у оптимистов несколько нереалистичные представления об успехе, они ожидают успеха при любом исходе. Они постоянно продолжают двигаться, зная, что успех уже ждет, уже за углом. И так как они постоянно ждут успеха, они постоянно что-то пытаются сделать. Они делают одно, а потом другое. Да, они чаще ошибаются, чем другие. Но при этом они гораздо быстрее учатся. И, соответственно, становятся гораздо более успешными. Поэтому один из ключевых принципов успеха — продолжайте пытаться. И учитесь на основе каждого урока. Второе. Оптимисты постоянно работают дольше, чем другие люди пытаются дольше. Они не сдаются. Они даже не думают о том, чтобы сдаться. Я выступал перед успешными людьми и неуспешными по всему миру. И знаете, у успешных людей какой ключ к успеху? Они приняли решение никогда не сдаваться. И эти люди в жизни переживали страшные проблемы и трудности. Но они просто пытались подойти с другой стороны. И никогда не сдаваться. И что они делают? Они используют закон вероятности на себе на благо. Я понял, что закон или теория вероятности объясняет успех, пожалуй, лучше всего. Этот закон обычно преподается на последних курсах в университете. Но вот в чем великое открытие. Вы можете использовать эти вероятности себе на благо. Вы можете строить этот закон так, чтобы он помог вам достичь успеха. Поэтому, если вы постоянно пробуете что-то новое, и вы более упорны, вы радикально увеличиваете вероятность того, что вы достигнете успеха. Одно из важнейших человеческих качеств, помогающих достичь успеха, это оптимизм. Оптимисты стремятся извлечь ценные уроки из любой проблемы. Оптимисты ожидают успеха, независимо ни от чего. Оптимисты постоянно работают над собой и никогда не сдаются. Если вы начинаете мыслить и говорить, как успешные люди, вы получаете те же результаты, что и у них. И вы находитесь в своей ситуации жизненной благодаря собственному мышлению. И свою жизнь вы можете изменить, потому что мышление изменить возможно. Вы можете контролировать только одну вещь во Вселенной. Какую? Своё сознание. И природа создала вас таким образом, что если вы контролируете своё сознание, вы контролируете свою жизнь. Вы можете быть счастливыми, успешными, здоровыми, богатыми и стройными и красивыми. Просто потому что вы мыслите и действуете так, как делают люди, добившиеся успеха в этих сферах. Поэтому в той графе, которая называется упражнение, напишите три своих самых важных целей в жизни на данном этапе. Пишите быстро, у вас есть 30 секунд. На самом деле, это очень мощное упражнение. Можете использовать его в течение всей своей жизни. Когда вы даёте себе на написание трёх целей всего 30 секунд, ваши цели получаются такими же чёткими и такими же точными, как если бы вы писали три минуты, полчаса, три часа. В наших углублённых курсах мы учим людей за 30 секунд писать три свои самые важные бизнес-цели. Цели в сфере личной жизни, семейной жизни. Каковы мои самые важные цели в сфере здоровья. В сфере финансов. И вот, что удивительно, что приходит в голову, когда вам даётся всего 30 секунд. Позвольте мне угадать, что вы написали в качестве трёх целей. У меня есть специальный гипнотический метод. Ваши три цели разбились как финансовая цель или деловая цель, цель, связанная с семьёй, и цель, связанная со здоровьем. Но в большинстве оснований я угадал. В 80% случаев именно эти три цели люди записывают. Потому что это три самые важные сферы жизни любого человека. И в достижении каждой из этих целей вы можете оценить себя от одного до десяти. И если вы поставили себе самую низкую оценку в какой-то из трёх сфер, значит, это является самой проблемной областью сейчас для вас. В обычной здоровой жизни у человека именно эти три сферы являются важнейшими. Вот вам домашнее задание на ближайшие 24 часа. Я хочу, чтобы вы мыслили и говорили только об этих трёх целях. Просто дисциплинируйте себя, и 24 часа мыслите и говорите только об этих трёх вещах. И единственный вопрос, который мы будем себе задавать, — как? Как я смогу достичь этих целей? Что я могу сделать прямо сейчас? И если вы начнете думать об этих трёх вещах хотя бы 24 часа, вы увидите, как вы начинаете меняться, даже с точки зрения мышления. А если вы сможете приучить себя думать об этих трёх целях в течение 21 дня, вы радикально измените свою жизнь. Определите три самых важных цели в вашей жизни на данный момент за 30 секунд. В течение ближайшего дня думайте и говорите только об этих целях. Подумайте, как вы можете достичь этих целей, что можно предпринять прямо сейчас. Не переставайте задавать себе вопрос, какова точка фокуса в моей жизни? И вашей точкой фокуса может стать одна из трёх вещей. Первое. Чёткость — это самое главное слово в любом успехе. Вы должны очень чётко себе представлять вашу точку фокуса. Для начала нужно чётко обозначить свои цели. Если у вас нечёткое представление о цели, результат получится таким же нечётким. Также вы должны чётко понимать, как вы будете измерять успех. Некоторые люди, которые решили сбросить вес, решают измерять свой прогресс по объёму талии. И третье. Вы должны чётко понять свои ключевые сферы деятельности. Вашей целью отныне является удвоение дохода. И чёткое представление об измеряемости, да, вы можете измерять свой доход, например, количеством сделок, которые вы заключили в день, в неделю, в месяц. И в вашей сфере концентрации может быть количество людей, с которыми вы познакомились или поговорили в день. И мы будем называть это железным треугольником. На самом деле треугольник — это самая стабильная фигура в геометрии. Поэтому, если вы поставили перед собой чёткую цель и чётко знаете, как измерять прогресс и знаете, что чётко нужно делать для этого, вы становитесь сфокусированным. И достигаете в десять раз больше, чем любой человек, который распыляется. Нужно обнаружить точку фокуса в каждой из четырёх основных сфер жизни. Потому что в жизни каждый из нас хочет достичь благополучия в четырёх областях. Этого хочу я, хотите вы, этого хотят все люди в мире. И причина, по которой достичь этого не удаётся, в том, что люди просто не сконцентрированы. Вот, например, успешные люди, когда размышляют о своих доходах, в первую очередь размышляют о своей почасовой оплате. Сколько они получают в час? Среднестатистически люди думают о том, ну, сколько я зарабатываю в месяц, в год, а люди сверхушки думают о том, сколько стоит их час. Самые высокооплачиваемые люди в нашем обществе думают о том, как заработать максимум денег в час. И когда вы начинаете думать о том, сколько ваше время стоит в час, вы начинаете использовать своё время гораздо эффективнее. И все, кто начинает это делать, просто бывают поражены. Их доход увеличивается в два раза буквально за три дня. И жизнь их становится гораздо проще. Задумайтесь о том, сколько ваше время стоит в час? Сколько сегодня в час вы зарабатываете? Вторая сфера, которая важна для каждого человека на земле, это наши отношения и наша семья. Поэтому, когда мы задаём вопрос всем богатым и успешным людям, о чём вы думаете, когда думаете о семье и отношениях, они думают только о том, как бы проводить больше времени, например, со своими детьми или с супругой или супругом. Именно время личного общения для них важнее всего. И чем больше времени вы проводите лицом к лицу в общении со своей семьёй, тем крепче ваша семья. И, как мы с вами уже говорили, люди, которые не планируют будущее, к сожалению, его не имеют. Именно поэтому даже время на личное общение со своей семьёй, с супругом или с супругой мы должны планировать. Потому что иначе мы так погрязаем в делах, что просто забываем о том, что есть родные нам люди. Третья сфера, о которой пойдёт речь, которая тоже всех заботит, это финансовая сфера. Наша цель — это стать финансово независимыми. Поэтому, как большинство людей мыслят о деньгах, думают о деньгах? На самом деле, они размышляют над так называемым показателем выживания. Я думаю, что никто из вас никогда не перестанет работать. Людям приятно заниматься тем, что им нравится. Но при этом всем хочется иметь достаточно денег, для того, чтобы работа была необязательной. И об этом стоит начать думать уже прямо сейчас. Сколько денег вы должны сэкономить, скопить или инвестировать, для того, чтобы в какой-то момент перестать работать? И вот это должно стать вашей точкой фокуса. Именно на этой цифре нужно концентрироваться. И вы удивитесь, как только вы четко представите себе эту сумму, вы начнете зарабатывать гораздо больше, потому что будете сфокусированы. Плюс вы гораздо лучше научитесь использовать деньги, оставлять их у себя, а не просто пускать по ветру. И четвертая сфера, которая всем нам очень важна, это здоровье и наше общее физическое состояние. Здоровье — это то, чего хотят все люди на Земле. И жить, конечно, полноценной, долгой жизнью. И есть один секрет всего финансового успеха. Тратьте меньше, чем зарабатываете. Есть всего одно правило, один принцип успеха в построении отношений. Проводите больше времени в личном общении с людьми, которые их любите. На самом деле, жизнь-то, она достаточно простая. Просто требует очень дисциплинированного подхода к себе. Следует четко представлять себе цели. Следует четко представлять то, чем вы будете измерять свой успех. Следует четко представлять свои ключевые сферы деятельности, доходы, семья и отношения с близкими, финансовое положение, здоровье и спорт. И, как мы с вами поняли, у богатых, успешных людей есть определенные тенденции в мышлении. Первая называется ориентация на будущее. Здесь вы постоянно рассуждаете и говорите о том, куда вы движетесь. Потому что большинство людей, вот эта масса 80% думают в большинстве своем о прошлом. Ну, или о настоящем, в крайнем случае. Они думают, чего бы такого поесть или что посмотреть по телевизору. А вот 10% самых успешных людей думают о том, чем они будут заниматься в будущем. И они настолько поглощены с построением своей судьбы в будущем, что просто забывают о прошлом, даже если оно было негативным. Есть технология, которая используется большинством успешных людей. И мы говорим, A, практикуйте идеализацию и проживайте впервые в будущем. Например, постарайтесь моделировать, то есть придумывать свое будущее, заглядывать в будущее. И исследование показало, что именно так размышляют большинство успешных людей. люди ориентированы на будущее убеждены, что будущее это их лучшее время, которое еще только случится. Они верят, что они еще не заработали больше свой идеальный доход, а только заработают. Их большое счастье, какие-то самые приятные переживания ждут их в будущем. они постоянно ждут того, что с ними будут происходить самые замечательные вещи. Поэтому мы здесь говорим, представьте себе технику волшебной палочки. Представьте, что у вас нет ни одного ограничения. Вот это моя волшебная палочка. Представьте, вы могли бы взять волшебную палочку, взмахнуть над своей семьей, и семья бы стала идеальной. Вы будете жить где вместе с этой семьей? Какой у вас будет дом? Какие отношения в семье? Какие страны вы будете ездить в отпуск? На какой машине вы будете ездить? Если бы ваша семейная жизнь была бы идеальной, как бы она выглядела? А теперь представьте свою финансовую жизнь? Через пять лет. Если бы ваши финансы были бы идеальными, как бы они выглядели? Сколько бы у вас было отложено, сколько инвестировано? Сколько бы вы зарабатывали за счет своих инвестиций? Четкость здесь важнее всего. здоровья? И четвертая, как мы говорили, связана с вашим здоровьем. Если бы вы взмахнули волшебной палочкой над собой и ваше здоровье стало идеально, насколько вы бы отличались от себя настоящего, нынешнего? Сколько, каков бы был ваш вес? Насколько хорошо, бодрым и сильным было бы ваше тело? Какую еду вы бы ели, если бы ваше здоровье было бы идеальным? Каким будет ваш первый шаг? Как вы думаете, что необходимо сделать для того, чтобы создать свой идеальный мир, вот таким, как вы его представляете? Вот в чем ключ. Ваша задача сделать первый шаг. Потому что разница между неудачниками и победителями в том, что победители всегда делают первый шаг. А вот у посредственных людей полно оправданий или причин, по которым они остаются стоять на месте. На самом деле, в этом плане природа подшутила над всеми нами. Когда вы решаете принимаете какое-то решение на будущее, вы всегда видите, каков первый шаг. Возможно, пока другие шаги вам не видны, но вот первый шаг всегда очевиден. Поэтому, когда вы принимаете решение, я хочу иметь выдающееся будущее, природа говорит, хорошо. И как будто бы вы держите одеяло, и вот это не вы, а природа, природа с одеялом, отступает на шаг назад, показывая вам первую часть тропинки. И хочет посмотреть, пойдете ли вы по ней, серьезно ли вы. И если у вас хватит храбрости вступить на эту тропинку, зная, что никто не гарантирует вам успех, тогда природа говорит, вперед. И отступает еще на шаг назад, показывая следующую часть тропинки. Поэтому, по сути, главным секретом успеха является вот что. Вы всегда можете видеть будущее достаточно четко для того, чтобы сделать хотя бы первый шаг. И как только вы сделали этот первый шаг, вы с этой позиции легко увидите второй. И если вы просто для себя четко определите, что же такое успех в вашем понимании, тогда природа отступит и покажет вам первую ступень. И если вы будете продолжать идти, несмотря ни на что, никогда не сдаваться, тогда вы доберетесь до этого положенного вам успеха. И каждый человек успешный, с кем я когда-либо разговаривал, так или иначе сообщал, что именно в этом его секрет. Поэтому наберитесь храбрости сделать первый шаг. Следующий наш пункт это ориентация на цель. Представьте себе мишень. И вы знаете, что в зависимости от вашей точности вы получаете определенное количество очков в зависимости от попадания. Возможно, если вы попадаете в яблочко, вы получаете 100 очков. Следующий уровень 75, 50, 25, 10. Именно поэтому ваша задача для себя понять, за что вы получите самое большое количество баллов. Поэтому первый шаг четко определить, чего вы хотите. И второй шаг запишите то, что вы придумали. Потому что цель, которую вы не записали, остается вашим желанием. Это просто фантазия. У нее нет никакой силы внутренней мощи. Это просто как пуля в пистолете, у которой нет пороха, который не может выстрелить. Вы можете нажимать на курок снова и снова, но пуля не вылетит из дула. Третье, вы должны поставить себе крайний срок. И, исходя из крайнего срока, создать расписание достижения цели. цели. Если вы создаете расписание для достижения данной цели, вы увеличиваете вероятность ее достижения в 10 раз. Вы должны написать список вещей, которые вы можете сделать для того, чтобы эту цель достичь. Причем не ограничивайте свою фантазию, напишите все, что придет в голову, что поможет достижению цели. И когда вам будут приходить в голову новые идеи, продолжайте пополнять список. Например, люди, которым вы могли бы позвонить. Книги, которые вы могли бы прочесть. Какие-то планы, которые вы могли бы написать и исполнить. Встречи, которые вы могли бы организовать. Все, что приходит в голову для достижения цели, все записывайте. Пятым шагом является организуйте свою цель в план. Потому что план это список вещей, которые нужно сделать, список действий, который организован с использованием двух критериев. Во-первых, вы выстраиваете все шаги в нужной последовательности. что вам необходимо сделать до того, как вы переходите к следующему шагу? Что сначала, что потом? И вот еще одно интересное открытие. Называется правило десяти к одному. На каждую минуту планирования вы сэкономите десять минут, когда будете реализовывать этот план. вы получите много ошибок и достиг быстрее если ваш план будет полным и четким, вы будете совершать меньше ошибок и в десять быстрее достигнуть цели. После составления планов идет следующий шаг, шаг номер шесть, мы начинаем действовать немедленно. Просто встаньте и сделайте что-то прямо сейчас. не надо идти по пути наименьшего сопротивления, как другие посредственности. Потому что у неудачников всегда найдется причина, почему стоит что-то отложить. И седьмой шаг, который гарантирует ваш успех, делайте что-то каждый день для достижения своей главной цели. Каждый день делайте хотя бы одну мелочь. Возможно, у вас на это уйдет минута или час. Но в физике есть правило, которое для успеха очень важно. Это правило называется принципом или законом инерции. И суть этого закона в том, что что-то, что начало движение за счет внутренней энергии будет продолжать двигаться. Поэтому как только вы приняли решение увеличить свой доход вдвое и построить действительно успешный бизнес, полностью избавиться от долгов, сделать свой дом красивым и уютным и ездить в те отпуска, в которые вам хочется ездить. Делайте первый шаг и не позволяйте себе расслабляться до тех пор, пока не достигнете успеха. вы всегда можете видеть будущее достаточно четко, чтобы сделать хотя бы первый шаг. И как только вы сделаете первый шаг, с новой позицией легко будет сделать второй. Формула для постановки цели. Точно решите, чего вы хотите. Запишите это на бумаге. Установите крайний срок достижения цели. Составьте расписание. Составьте список всех дел, которые вам придется сделать. Преобразуйте этот список в план действий. Начните действовать по плану незамедлительно. Каждый день продвигайтесь на шаг к цели. И сейчас на этом пустом месте я хочу, чтобы вы записали 10 целей и 10 целей, которых вы хотели бы достичь в ближайший год. Причем эти цели должны быть написаны в специальной шифровке. Потому что к подсознанию можно пробиться только с использования определенного шифра. Первый как бы критерий этого шифра в том, что любые цели нужно писать в настоящем времени. Вы пишете это так, как будто это у вас уже есть вот сейчас. Допустим, вы пишете, я не буду зарабатывать столько-то, а я зарабатываю столько-то. машину. сижу за рулем такой-то машины. Я живу в своей квартире. И как будто это уже правда, это уже случилось. Второй ключ это писать цель в позитивном ключе. поэтому поэтому не надо писать я больше не буду толстым. Напишите, я вешу столько-то. Не надо говорить, я брошу курить. Я не курю, пишите вы. Некурящий человек. И третий ключ нашего шифра, вы всегда пишете я, то есть вы делаете цель личной. Потому что только вы можете использовать эти цели и местоимение я, потому что они ваши, во всей вселенной вы одни. И вы должны обязательно в этой цели иметь хотя бы один глагол, который призывает вас к действию. я зарабатываю столько-то. Я вешу столько-то. Я живу в таком доме. Я вожу такую машину. Я живу такой-то семейной жизнью. И когда вы будете в будущем писать свои цели, используйте вот эти три элемента шифра. потому что таким образом мы проникаем в свое подсознание и включаем все рычаги на полную мощность. Подумайте, если бы в течение суток могла бы реализоваться только одна из этих десяти целей, какая из них дала бы максимальный положительный эффект? и какую бы вы не выбрали цель, обведите ее в кружочек. Пожалуйста, сделайте это. На самом деле, это очень такое интересное упражнение. Потому что когда вы посмотрите на цель, которую обвели, это захватывает дух. И, по сути, вот эта цель становится вашей точкой фокуса, вашим смыслом жизни на данном этапе. Это становится вот той точкой фокуса, о которой мы говорили. Это становится целью номер один в вашей жизни. И до конца дня возьмите, пожалуйста, в любое время пустой листочек бумаги напишите эту цель в верхней строчке в настоящем времени. Поставьте конечный крайний срок. Как мы уже говорили дальше, вы составляете список всех действий, которые можете придумать, которые помогут вам эту цель реализовать. А потом из этого списка дел у вас получается план за счет того, что вы расставляете приоритеты и выстраиваете последовательность. И тогда результатом становится план реализации вашей цели. И немедленно вы начинаете делать хотя бы что-нибудь из этого списка. А потом вы делаете что-то каждый день для достижения этой цели. Вы, когда просыпаетесь с утра, вы в первую очередь думаете об этой цели. Весь день напролет вы думаете об этой цели. вам приходят какие-то в голову идеи, как еще можно было бы приблизить эту цель. Запишите их, начните действовать. И чем больше вы будете думать об этой цели, тем более творческие пути ее достижения будут приходить вам в голову. Упражнения для восстановки целей. Заставьте список из десяти целей. Пишите цели в настоящем времени. Пишите цели в позитивном ключе. Используйте только местоимение «Я». Выберите самую важную цель из списка. Поставьте для нее крайний срок. Разработайте план по ее достижениям. Думайте и думайте об этой цели все время. потому что у вас уже есть опыт. Вы знаете, что вы можете все. Потому что у вас есть реальное доказательство для вас самих. И когда вы развиваете свой навык, вы снова и снова доказываете себе, что для вас нет ничего невозможного. И вы развиваете в себе все новые и новые навыки. Определите основную сферу в вашей работе. Станьте лидером в той области, в которой вы работаете. То, что вы делаете хуже всего, определяет насколько высоким будет ваш доход. Все профессиональные навыки приобретаются и развиваются в процессе занятий бизнесом. Отсутствие даже одного необходимого для успешного бизнеса навыка способно помешать получить желаемую прибыль. Ориентация на результат. В жизни все сводится к результатам. Независимо от того, какое у вас образование. Какое у вас прошлое, какая семья. оценки у вас были в школе. Гораздо важнее ваше умение получать результат для себя и для своей компании. Поэтому люди выдающиеся концентрируют свои усилия на получении результата. Верхние 10% постоянно думают о результате. Все время задаются вопросом, каких результатов от меня ждут. потому что самое страшное, что вы можете сделать, это приносить не те результаты. Некоторые люди очень упорно работают, но делают совсем не то, что должны. и если вы будете тратить свои усилия и получать прогресс в чем-то совершенно неважном, это пойдет вам только во вред, а не на пользу. Поэтому вот мои вопросы. Вопрос первый, каковы самые ценные из ваших действий? Вы должны очень четко представлять себе, какие результаты вы планируете получить. Следующий вопрос, каковы ваши ключевые сферы компетенции? Вот, например, в продажах таких сфер компетенции семь. Первое, это умение искать потенциальных клиентов и, соответственно, налаживать с ними контакт. И этот навык для вас незаменим. Второе, умение налаживать отношения и вызывать доверие у людей. Для того, чтобы вы им нравились и для того, чтобы они готовы были к вам прислушаться. Третья сфера компетенции умения определять потребности клиентов. Четвертая сфера компетенции это умение презентовать возможность и продукты инфинума для того, чтобы показать, что это лучшее решение. Пятая сфера компетенции умения отвечать на вопросы и работать с возражениями. Шестая сфера компетенции умения завершать продажу, заключать сделку и переходить к активным действиям со стороны клиента. И седьмая сфера компетенции это умение продавать снова и снова тому же клиенту, поддерживать отношения и делать так, чтобы он рекомендовал вас своим друзьям. Все эти сферы компетенции очень такие узкие, но всем им можно научиться. И ваш успех идет от вашего совершенства во всех этих сферах компетенции. И соответственно все ваши проблемы происходят из-за того, что вы в какой-то из сфер недостаточно совершенны. Следующий, третий вопрос. Почему вы до сих пор находитесь на зарплате, живете на зарплату? За что вам платят эти деньги? Или, допустим, вы получаете свой доход, и ваш сын спросит, папа или мама, за что тебе платят деньги, за что ты получаешь деньги? Подумайте, что вы ему скажете, за что вы получаете деньги? Многие люди упорно работают, но на этот вопрос не могут ответить. Четвертый вопрос вообще мой любимый. Что можете делать вы и только вы, если это будет получаться хорошо, принесет действительно ценность этому миру? Что это? Подумайте, что из того, что делаете вы и только вы приносит миру настоящую ценность. Допустим, если вы это делать перестанете, этого не сделает уже никто. Есть ли хоть что-нибудь такое, что можете хорошо сделать только вы, и от этого зависит благосостояние людей вокруг вас? Причем этот вопрос нужно задавать себе каждый час каждого дня. Ориентация на результат одной из главных качеств успешных людей. Каковы ваши самые ценные действия? Каковы ваши ключевые сферы компетенции? За что вам платят зарплату? Что из того, что делаете вы и только вы приносит миру истинную ценность? Следующая сфера ориентации пятая, о которой я хотел бы рассказать, это ориентация на решение. Я задавал вам вопрос раньше, у кого из вас есть проблемы? Мы все поняли, что проблемы есть у каждого из нас. И можно сказать, что успех это ваше умение справляться с проблемами. Лидерство это умение решать проблемы. По сути, единственное, что стоит между вами и достижением ваших целей, это проблемы. Поэтому, по сути, умение ваше решать проблемы, это то, что определяет качество вашей жизни. И вот в чем ключ. Думайте о решении, а не о самой проблеме. Большинство людей продолжают анализировать проблему и думают, кого бы в ней обвинить. Что произошло? Почему это произошло? Кто же виноват? Но так мыслят не успешные люди. успешные люди, если что-то произошло, смотрят на это и откладывают сторону. Они никогда не тратят нервы на то, что невозможно изменить. А изменить невозможно все, что ушло в прошлое. если что-то случилось, забудьте об этом. Не затуманивайте свое сознание. Концентрируйтесь на решении. Концентрируйтесь на действиях, которые вы можете применить прямо сейчас для того, чтобы решить проблему. А если вы начинаете злиться, вы позволяете эмоциям затуманивать ваш мозг, тогда он говорит, я так работать не буду и отключается. Именно поэтому все выдающиеся лидеры, когда сталкиваются с большими проблемами, продолжают быть спокойными. Они говорят, так, что здесь можно сделать? И они следуют тому процессу, о котором я сейчас вам расскажу. Первое, они четко определяют сущность проблемы. В чем собственно проблема состоит? Что случилось? Иногда то, что случилось, даже и проблемой это не является. Иногда из-за отсутствия информации вы приняли за проблему то, что проблемы и не было. Но для того, чтобы это понять, нужно остановиться и сказать себе, так, давайте разберемся. И вот это четкое понимание проблемы помогает вам оставаться спокойным и контролировать ситуацию. Второе, спросите, в чем еще состоит проблема? Возможно, эту проблему можно было бы сформулировать иначе. Два года назад я проводил подобное упражнение со своими клиентами. Потому что чем больше ты перефразируешь свою проблему, тем больше возможных вариантов решения ты видишь, потому что немножко меняется угол зрения. И мы работали в компаниях с достаточно распространенными проблемами. Допустим, они говорили, у нас слишком недостаточно высокие продажи. это неплохое первичное определение проблемы. Если у нас недостаточно высокие продажи, мы можем сделать определенное количество вещей, чтобы эту ситуацию исправить. Допустим, увеличить объем рекламы, нанять больше продавцов, снизить цены. Потом мы задали себе второй вопрос, а в чем еще проблема? И мы можем сказать, что наши конкуренты слишком высоки. А, это уже совершенно другой взгляд на проблему. Мы должны подумать, что делать наши конкуренты, отнимая наших клиентов. Что мы должны делать иначе, для того, чтобы клиентов вернуть и составить конкурентную борьбу нашим врагам по рынку. Хорошо, мы говорим, а в чем еще проблема? Мы не привлекаем достаточно новых клиентов. Это значит, что у нас плохая реклама? Или у нас плохой продукт, или мы его неправильно предлагаем? Или у нас плохая упаковка не привлекает внимания? Как бы вы это не сформулировали, это совершенно новый ракурс? Хорошо, в чем еще проблема? Наши продажи недостаточно высоки, потому что людям, приходящим благодаря рекламе, мы не продаем достаточно. То есть, получается, у нас непрофессиональные продавцы? Нужно их научить продавать больше каждому новому клиенту? или мы должны увеличить количество стимулов, помогающих нашим клиентам покупать сегодня, а не ждать? Потом следующий шаг, определяем все возможные варианты решения. Когда вы приняли некое согласованное формальное определение проблемы, вы пытаетесь понять, что нужно сделать, чтобы ее решить. А потом делаете то же самое, а каково еще может быть решение? Потому что изменить свою жизнь можно только четырьмя способами. И решить проблему можно тоже только четырьмя способами. Во-первых, делать чего-то больше. Увеличить объем рекламы, увеличить количество часов обучения для продавцов. Второй вариант, можно делать чего-то меньше. Допустим, снять с производства продукт, перестать рекламировать какой-то товар или закрыть компанию по продвижению. Третье, начать делать что-то новое. Что-то, чего вы не делали раньше. Это тоже очень большой простор для творчества. И четвертое, просто перестать что-то делать. По сути, любую проблему можно решить только четырьмя путями. именно поэтому вы должны выработать все возможные варианты определения проблемы и все возможные варианты решения. И чем больше вариантов у вас будет, тем более взвешенным будет окончательное решение, когда вы будете его уже реализовывать. и сейчас вы задаете себе вопрос, из всех вариантов, которые я придумал, какой оптимальный? Вот из всех вариантов, которые есть, какой из них лучший? Вы выбираете варианты, следующий шаг, кто будет нести ответственность за реализацию? Кто будет это решение внедрять? Меня удивляет, насколько часто появляется такая ситуация. Седьмое, вы должны определить, как вы будете измерять свой прогресс, чтобы понять, что вы движетесь к успеху. Когда вы стремитесь к успеху, допустим, вашим измерителем будет количество заключенных сделок. Или принесенный этими сделками доход. для того, чтобы, допустим, в компании можно было сравнить объемы сделок и затраты на рекламу. И вы принимаете решение, насколько действительно эффективным является данный способ рекламы. Следующий наш пункт, создайте для себя крайний срок для внедрения данного решения. И потом начинайте действовать незамедлительно. Станьте профессионалом в решении проблем. Как только возникает проблема, сразу скажите себе так, стоп, давайте определим, в чем она состоит. Действительно ли это проблема? Все ли факты у нас есть? А в чем еще состоит проблема? как эта проблема возникла? Сами поймите, какой смысл решать проблему, если ее источник так и остается нетронутым? Любую цель, которую вы поставили перед собой в жизни, можно воспринимать как проблему. Любую трудность, любую задачу, которая у вас есть, можно воспринимать как проблему. совершенствуясь в решении проблем, вы будете овладевать этим навыком все больше и больше. И в жизни вы будете переходить все в новый и новый старший класс. И есть такая поговорка, что единственной наградой в жизни за умение решать проблемы является возможность решать более сложные проблемы. Но поймите, лидер любого статуса был когда-то обычным консультантом, который просто научился решать проблемы на своем уровне. И как только он научился решать проблемы на своем уровне, его допустили к проблемам большего масштаба. А с большими проблемами приходит больший доход, больше полномочий, больше ответственности. Но проблемам нет конца. Следующий пункт используйте мозговой штурм для обдумывания проблемы. У меня для вас есть хорошие новости. Каждый сидящий здесь является гением в потенциале. Это значит, что у каждого из вас достаточны интеллекта и сознания для того, чтобы достичь уровня гениальности, если вы примете такое решение. На самом деле среднестатистическому взрослому в голову приходят всего четыре ценные идеи в год. Причем три из них они сразу отбрасывают с мыслью «Ах, нет, это бессмыслица». Потом они четвертую пробуют один раз, что-то не получилось и они сдаются. Именно поэтому большинство людей в жизни действует на самом низшем уровне своих творческих способностей. Акцентируйте ваше внимание на решении проблемы, а не на самой проблеме. Четко определите сущность проблемы. Найдите все возможные варианты ее решения. Выберите наилучший вариант. Установите ответственного за выполнение решения. Установите критерий успеха. Определите крайний срок решения проблемы. Начните действовать незамедлительно. субтитры с вами можем начинать с любой точки. И научившись продавать, мы можем создать жизнь любую, о которой мечтали. Поэтому постоянно думайте о том, как можно что-то кому-то продавать. Просыпайтесь с утра и думайте о завершении продажи, о заключении сделки. Весь день думайте о том, как это можно успешно сделать. Возьмите вот это упражнение и задайте себе вопрос, как я могу удвоить объемы своих продаж в ближайшие 90 дней. 20 ответов я жду от вас. И по одному из них начните действовать незамедлительно. Если вы ориентируетесь на продажи, вот на следующий пункт, тогда вот какой первый вопрос себе нужно задавать. Что конкретно и именно вы продаете? Я, к сожалению, должен вас расстроить. Никому нет дела до вашего продукта. И ваши услуги тоже никому не интересны. Всем людям интересно только одно. Они сами. Им интересно только то, как ваши продукты или услуги могут быть полезны им. Поэтому всегда определяйте любой продукт, любую услугу на языке выгод для вашего клиента. Никому не нужна просто страховка или страхование жизни. Но все хотят обрести душевный покой и гарантировать безбедное будущее своей семьи. следующий вопрос который нужно себе задавать чего достигает данный продукт или услуга для клиента что приносит ему. Потому что с началом времен клиенты покупают только одну вещь. Совершенствование. они покупают нечто что помогает им совершенствоваться то есть идти вперед достигать цели. Именно поэтому вам часто приходится помогать вашим клиентам ставить цели перед самими собой. Потому что как только они определились с тем какова их цель вы должны им показать что ваш продукт реуслуга это как раз путь к этой цели. Потому что если клиент совершенно не представляет себе свою жизненную цель тогда продать ему что либо невозможно. Второй пункт тоже очень важен. Вы должны представить себе и определить своего идеального клиента. Представьте себе своего целевого клиента свой целевой рынок. И здесь я повторяю не менее важна четкость. Потому что все маркетинговые исследования мира создаются только для того чтобы четче представлять себе клиента. Как еще вы бы описали своего идеального клиента? И вот упражнение которое мы делаем. мы говорим представьте что вы с кем-то познакомились на работе или просто в общении. И человек спрашивает вас чем вы занимаетесь? И вы всегда описываете свой продукт или услугу с точки зрения выгоды для клиента. третий почему должен ваш клиент потенциальный или идеальный покупать ваш продукт? Какую ценность он получает? Вы должны понять что зачем что какова причина? Допустим давайте поговорим о страховке. Если вы объяснили самому себе почему человек должен приобретать страховку я говорю допустим хорошо вы меня убедили мне действительно нужна страховка. Следующий вопрос почему ваш клиент должен купить страховку именно у вас а не у кого другого? очень часто люди продают человеку клиенту концепцию продукта но сам продукт он покупает у другого. Так почему же этот человек должен купить то что вы предлагаете именно у вас? пятый вопрос где ваш идеальный клиент? Чем чаще вы поймете где ваш клиент и как он тем проще вам будет его искать. Шестое кто ваши конкуренты? Я знаю что компания сейчас растет потрясающими темпами но при этом мы встречаемся с конкурентами и слышим о конкурентах постоянно. Поэтому продумайте кто ваши конкуренты. И потом подумайте почему ваш продукт или услуга чем он лучше чем продукт или услуги ваших конкурентов. Вы должны сконцентрироваться на том единственном что только вы можете предложить клиенту. Людям не интересен ваш продукт или услуга. Их интересует лишь то как ваши продукты и услуги могут быть полезны им. Определите ценность вашего продукта или услуги для клиентов. Чем полезен ваш продукт или услуга вашему клиенту? Что выигрывает ваш клиент покупая именно у вас? Как изменит ваш продукт или услуга жизнь вашего клиента? Так вот, давайте с вами поговорим про ориентацию на деньги, когда люди размышляют над тем, как они могут зарабатывать больше. Как они могут служить другим людям лучше. Как сохранять деньги вместо того, чтобы пускать их по ветру. Поэтому первое, определите свою желаемую оплату в час. Сколько вы хотите получать в час? И каждую минуту задавайте себе вопрос, то, что я делаю сейчас, приносит мне желаемый доход в час? Когда вы сидите и просто пьете кофе, задайте себе вопрос, это приносит мне желаемый уровень оплаты в час? И вот великий вопрос, который нужно постоянно себе продолжать задавать. заплатил бы я кому-то другому за то, чтобы они сделали то, что делаю я? Заплатила ли бы я кому-либо эти деньги за то, что он будет делать то, что я делаю сейчас? И если вы не готовы заплатить другому человеку за то, что вы сейчас делаете те деньги, которые хотите получать в час, перестаньте это делать. Здесь мы опять же говорим о законе причины и следствия. Работа и усилия, которые вы вкладываете, это причина, доход, следствие. В Библии есть закон, который у нас получил форму поговорки, что посеешь, то и пожнешь. То есть, по сути, то, что ты сеешь в землю, такой урожай ты собираешь. Поэтому, чем больше урожай вы хотите собрать, тем больше вы должны посеять. Определите три самых важных действия, которые приносят вам больше всего дохода. Правило тройки — это универсальное правило. Найдите способ либо избавиться от ненужных вам задач, либо делегировать их. Можете отложить их на попозже. Вопрос, кто-нибудь из вас любит тянуть время и откладывать все на потом? Я думаю, все мы. И в чем здесь разница между успешными и неуспешными людьми? У каждого из них есть список вещей, которые необходимо сделать каждый день. И успешный человек откладывает только самые мелкие и неважные дела совершенно не имеющие приоритета. А вот человек, не имеющий успеха, все откладывает и откладывает самые важные, но самые сложные дела. Да, что-то вам каждый день придется откладывать, потому что дел огромное количество. Именно поэтому я призываю вас откладывать с умом. откладывайте то, что сейчас неважно, для того, чтобы оставалось время на то, что сейчас гораздо более приоритетно. Третье, откладывайте или копите 10% вашего дохода в месяц. 10% of your income, saved throughout your life, will probably make you financially independent. Если вы будете каждый месяц откладывать 10% своего дохода или больше, это через какое-то время сделает вас финансово независимым. Но накоплению, накоплению, есть определенная причина. Накопление так полезно, потому что оно требует от вас самодисциплины. самоконтроля. Вы как бы оттягиваете собственное вознаграждение. И когда вы откладываете деньги, учитесь копить, по сути, вы становитесь гораздо более сильным человеком. Когда вы учитесь копить, вы начинаете свои деньги воспринимать гораздо более серьезно. Постоянно думайте о том, каким образом вы можете заработать больше денег и что с ними можно будет сделать. Определите свою желаемую почасовую оплату. Определите три самых важных занятия, которые приносят вам наибольший доход. Некоторые люди говорят, что если вы не научились копить, тогда вы слишком слабы для того, чтобы быть успешным. Умение копить помогает вам выстроить в себе вот этот финансовый стержень. Большинство из нас, к сожалению, имеет определенные долги. Мы бы хотели копить, да не получается. Поэтому я хочу дать вам две формулы, которые помогут стать более благополучными. Большинство, обе эти формулы работают. А если будете вместе эти формулы использовать, они будут работать в два раза быстрее. Формула номер один удивительная. Начните сегодня чтобы вы начнете копить 1% вашего дохода. Вы можете создать некий банковский счет, на который вы каждую неделю или каждый месяц откладываете всего 1% вашего дохода. и вы приучаете себя комфортно существовать на оставшиеся 99%. Я думаю, что уж 1% откладывать может каждый из нас. После того, как вы приучили себя в течение двух-трех месяцев жить на 99% и вам стало совершенно комфортно, вы можете откладывать уже 2%. приучая себя снова жить на 98%. Потом вы увеличиваете эту сумму до трех и живете на 97%. И если вы повторяете одно и то же много-много раз, у вас вырабатывается что? Привычка. И через год вы приучите себя совершенно комфортно совершенно комфортно существовать на 90% вашего дохода, откладывая при этом из кома и 10%. А вот этот банковский счет начнет расти. Вы будете продолжать пополнять его и никогда не снимать с него деньги. Потому что этот счет не для того, чтобы что-то купить, ни дом, ни машину. Это будет называться банковский счет вашей финансовой свободы. Деньги на этом счету идут только в одном направлении, на него. Вы никогда не снимаете деньги с этого счета, за исключением случаев, когда вы инвестируете в то, что зарабатывает еще больше денег. Многие люди научились экономить 15-20% откладывать своего дохода. И они совершенно этого уже не замечают. И 5-10 лет спустя они с удивлением обнаруживают, что они совершенно финансово независимы. Вот что мы называем техникой клина. И если вы будете делать это какое-то время, вы поймете со временем, что это совершенно безболезненно. Потому что, по сути, принимая такое решение, вы принимаете решение не тратить деньги, которых у вас и так пока нет. Допустим, если ваш доход увеличится на 1000 рублей, вы на себя тратите только 500, а 500 откладываете. И если вы сочетаете вот эту технику с вашими растущими навыками и знаниями в этой компании, соответственно, ваш доход будет гораздо быстрее расти, отрываясь от ваших расходов. Поэтому ваша первая задача полностью избавиться от долгов. И вторая ваша задача начать развивать свой банковский счет имени финансовой независимости. Пятый наш пункт. Постарайтесь отложить или отсрочить какие-то глобальные расходы. Каждый раз, когда вам предстоит приобрести нечто дорогостоящее, отложите эту покупку на месяц. И вот что удивительно, стоит вам поразмышлять над этой вещью в течение месяца, вы удивитесь, сколько бездумных покупок вы перестали совершать. Потому что, если вы в итоге что-то купите, проразмышляв целый месяц, эта покупка будет очень взвешенной и продуманной. Шестое. Следите за своими расходами, учитывайте их. Если вы будете просто записывать то, что потратили, вы будете тратить гораздо меньше. Практикуйте технику клина для достижения финансового благополучия. Каждый месяц откладывайте 10% и больше из вашего дохода, никогда не снимая со счеты эти накопления. Отложите крупные расходы на поток. Отслеживайте все ваши расходы. Итак, следующий наш пункт ориентация на рост. В конкурентном мире будущее принадлежит компетентным тем, кто отлично разбирается в том, что делает. Второе. Чтобы больше получать, нужно больше изучать. Как только вы достигли своего потолка, дальше вы не двинетесь, пока у вас этот потолок не повысится. Для того, чтобы продвинуться выше, вы должны своими знаниями поднять этот потолок. Возникает вопрос, что нужно выучить или узнать для того, чтобы в своей жизни внести самые большие положительные изменения. следующий наш пункт. Выкладывайте 3% своего дохода в собственное развитие. Не знаю, почему, но 3% действительно какое-то волшебное число. 3% делают вас такой машиной роста и развития. на самом деле, было проведено огромное количество исследований по окупаемости вложений в самого себя. Две очень крупные компании, Моторола и IBM, спонсировали данные исследования. Эти исследования показали, что на каждый вложенный в обучение людей доллар, они получают обратно 30-33 доллара дохода. Когда вы вкладываетесь в себя, деньги вернутся вам в качестве дохода. Номер два. Реверните свои цели но есть второе правило. Каждое утро переписывайте свои цели. Вот мой список. У меня есть просто с собой тетрадочка, обычная, абсолютно тетрадка, школьная. И каждое утро я свои цели переписываю на новый листочек тетрадки. Но вот в чем ключ. Вы не списываете с предыдущей страницы, а пишете как бы заново. Вы каждое утро пишете их свежим взглядом. Вы заметите, что они начнут меняться. Третье. Планируйте каждый день заранее. Планируйте каждый день заранее перед тем, как приступать к рабочим делам. И если что-то вдруг появилось, впишите это в свой план, но не начинайте это делать, пока не вписали в план. Всегда работайте по списку. Четвертое. Перед тем, как начать действовать по списку, расставьте там приоритеты и начинайте всегда с самого важного. Вы можете тем самым увеличить свою продуктивность на 50, а то и на 100 процентов в первый день. Просто приучив себя сначала выполнять самое важное задание, а потом уже все остальное. Пятое. Слушайте аудиопрограммы в своей машине. Если вы проводите время в московских пробках, вы тратите это время впустую в течение 500 часов в год. Инвестируйте 3% от ваших доходов в себя. Каждое утро заново переписывайте свои цели. Планируйте каждый свой день заранее. Перед тем, как начать действовать по плану, расставьте приоритеты и начинайте с самого важного. Во время езды в машине слушайте аудиокниги. Регулярно посещайте курсы и семинары касающиеся вашей профессиональной деятельности. Ориентация на людей. Это, пожалуй, наверное, самое важное. Большинство счастья или несчастья в нашей жизни происходит от наших отношений с людьми. Если у нас проблемы в отношении с другими людьми, проблем в жизни не именовать. Никто не убивает себя, не кончает жизнь самоубийством, потому что у него не работает стиральная машина. Всегда какие-то отношения с людьми доводят людей до такого состояния. Поэтому первый наш пункт здесь сбалансируйте свою личную жизнь и жизнь трудовую рабочую. Очень часто меня задают вопрос, как сбалансировать жизнь личную и жизнь на работе? Я говорю, ну, вы понаблюдайте за канатоходцем, когда он идет по канату, насколько часто он постоянно себя выравнивает снова и снова? Насколько часто? Постоянно. И в жизни точно такая же ситуация. Нет какой-то единой формули, чтобы раз и пошел в руку. Вы постоянно ищите новый баланс, каждую секунду. Когда ваши ценности и ваши действия не сочетаются, возникает стресс. У каждого человека есть некий ценностный стержень. И если вы живете в соответствии со своими ценностями, вы пребываете в мире. Следующий способ помочь человеку почувствовать себя важным, это ценить его. Всегда говорите спасибо, будьте благодарны. Когда вы говорите человеку спасибо, он чувствует себя гораздо более ценным. Ему от этого гораздо радостнее. плюс, когда вы говорите человеку спасибо, радостнее становится вам. Когда вы улыбаетесь и говорите человеку спасибо, вам хорошо и человеку приятно. Третье восхищение. вы восхищаетесь достижениями других людей, тем, как они выглядят, тем, как они ведут себя, возможно. Потому что, как мы говорим, комплименты нравятся всем. Поэтому, если что-то кому-то удалось, обязательно похвалите этого человека. И пятое это внимание. когда люди говорят, слушайте их внимательно. Внимание и умение слушать это, пожалуй, самый важный инструмент, помогающий людям чувствовать себя увереннее. Следующий пункт, когда вы работаете, работаете все время, которое вы проводите на работе. очень часто наша жизнь теряет баланс, потому что мы приходим на работу, но не работаем. Потом мы несем работу домой и удивляемся, почему мы начинаем работать там, где работать не положено, дома или в выходные. Поэтому, когда вы идете на работу, выкладывайтесь на сто процентов. не надо тратить время на бессмысленную болтовню с другими людьми. Не надо выходить на обед или на перерыв на кофе, только чтобы не работать. Сконцентрируйтесь, поработайте. А потом, когда вся работа будет закончена, свободное время вы можете посвятить семье. Следующий пункт, когда вы общаетесь с семьей, общаетесь с ними на сто процентов. И вот наша последняя сфера ориентации, с которой мы, собственно, начинали. Это ориентация на действие. Потому что ориентация на действие это самая важная черта любого выдающегося человека. Они постоянно в движении. Они постоянно что-то делают. Они услышали хорошую идею и тут же ее реализуют. Они постоянно развивают в себе вот это ощущение срочности. Они чувствуют, что все нужно сделать срочно. Любую идею нужно воплотить тут же. Они, следующие, становятся проактивными во всем, что делают. Помните, 80% населения Земли просто пассивны. Они стоят и ждут автобуса. Вдруг что-нибудь произойдет. И только самые верхние 20% проактивно делают что-то сами. И, как мы уже говорили, используйте в успехе принцип инерции, наращиваемое движение. Как только вы начали двигаться, не останавливайтесь. Нельзя останавливаться, двигайтесь дальше. И возникает самый важный вопрос. Какое одно действие вы начнете, какую идею вы начнете воплощать в жизнь немедленно по результатам сегодняшнего дня? Следует сохранять баланс между работой и личной жизнью. Поступайте так, чтобы окружающие чувствовали, что вы цените их. Когда вы работаете, вы освещаете все время работе. Когда вы проводите время с семьей, будьте в это время на 100% с ними. Итак, последняя наша часть это 7 правил эффективного лидера в 21 веке. Первое, ваша жизнь становится лучше только когда вы становитесь лучше. И как только вы выходите на наше шоссе, нет никаких пределов, как мы уже говорили. Как на автобане, никаких ограничений. Вы можете совершенствоваться всю жизнь. Второе, совершенно неважно откуда вы. Гораздо важнее куда вы идете. И то, куда вы можете двигаться, ограничивается исключительно в вашем воображении. все, что стоит того, чтобы делать хорошо, стоит того, чтобы вначале много ошибаться. Потому что действительно ценная вещь стоит того, чтобы много ошибаться в самом начале. Возможно, что-то не сработает, придется попробовать 5-10 раз, но потом оно действительно будет стоить того, это мастерство. Поэтому просто пытайтесь снова и снова до тех пор, пока вам не удастся достичь успеха. Четвертое, у вас столько свободы, сколько у вас есть вариантов действия. Это значит, что чем больше у вас информации, тем больше у вас продуманных вариантов. Чем больше у вас навыков, тем больше у вас вариантов действия, больше свободы. Пятое, в любой трудности или проблеме скрывается возможность или выгода. В каждой проблеме, в каждой сложности вас ждет какая-то возможность, главное ее разглядеть. Причем обычно она принимает форму урока. Поэтому каждый раз, когда у вас возникает проблема в жизни, начинайте ее изучать, думать, где же это зерно, где же этот урок? шестое, вы можете научиться всему, чему хотите. Вы можете достичь любой цели, которую вы поставите перед собой. Потому что я повторяю любой навык, любому навыку бизнеса можно научиться. И последний пункт, единственные ограничения, с которыми вы сталкиваетесь в жизни, это ограничения, которые вы сами на себя накладываете из-за сомнений и страха. В жизни каждого из нас есть какие-то страхи и сомнения, которые не позволяют нам двигаться вперед. Но мы их сами себе создаем. Независимо от того, чего вы хотите достичь в этом бизнесе, поймите, дверь никто не запирал. Ограничений нет, она открыта. Спасибо. Первое правило. Ваша жизнь становится лучше только тогда, когда вы становитесь лучше. Второе правило. Не важно откуда вы, важно куда вы идете. Третье правило. Действительно ценная вещь стоит того, чтобы много ошибаться в самом начале. Четвертое правило. Вы свободны настолько, насколько развиты ваши навыки. Пятое правило. Несмотря на трудности и проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, всегда есть шанс получить равные или даже большие возможности и выгоды. Шестое правило. Вы можете научиться всему, что необходимо вам для достижения любой цели, которую вы ставите перед собой. Седьмое правило. Единственное, что ограничивает вас на пути к достижению цели, это ваши сомнения и страхи. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok